Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Женя Шкунов. И сегодня мы будем сравнивать два совершенно разных проекта «Голос» и «Голос. Дети». Ну что, не будем терять время. Поехали! В чем различие детского и взрослого голоса, на ваш взгляд? В том, что не нужно особо выдумывать окольные пути в разговоре. И вы, теперь уже взрослые, тоже не подбираете слова. Если нравится, говорите «нравится». Если не нравится, говорите «не нравится». Как тебе в женском коллективе? Ну, средненько. А что не так, а? Давит? Да. Какой вам «Голос» больше всего нравится? Мне взрослый. А мне детский. А мне детский. Мне взрослый. Потому что взрослым можно все взрослым. Они красиво поют и лучше, чем дети. Намного поют. А с кем труднее? Труднее всего с непрофессионалами. А их можно найти и среди взрослого населения, и среди детского. Бывают дети, которые очень внимательно относятся к своим поставленным задачам, стараются все выучить, стараются все сделать. А бывают взрослые, которые пытаются овладеть великим искусством музыки. Овладеть, так сказать, так поверхностно и бегом, мягко говоря, не потратив должного количества времени и не решив определенных задач. Они пытаются сразу проникнуть вовнутрь, и некоторые из них проникают, но они долго не удерживаются. Вот с такими, конечно, тяжелее всего. Хотел бы большое сказать спасибо оркестру Сергею Сергеевичу, что он вообще изумительно играет. И здесь все гораздо больнее, все гораздо острее, и все как-то более открыто, более непосредственно. И сами исполнители, и сами ребятки, и, конечно, их реакция тоже. Большое спасибо вам, что я нашла до этого. Навел до этого ребенка. Мне кажется, что в проекте «Голос. Дети» больше эмоций, больше искренности, вот эта вот вся наша детская непосредственность. Мы дети, и мы тоже такие же, как и взрослые, мы тоже можем показать, на что мы способны. У нас тоже есть чувства, мы тоже понимаем, о чем поем. Мы знаем, что эти два проекта «Голос» и «Голос. Дети» объединяет одно – музыка. С вами был я, Женя Шкунов, репортер «Ви». Пока-пока.